Меры по ликвидации последствий снегопада обсудили на заседании оперативного штаба. Руководители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, а также дорожных и коммунальных служб отчитались в главе Люберец в проделанной работе и доложили о дальнейших действиях. В течение вот этой ночи, день и завтрашняя ночь, все должно быть приведено относительно в нормальный порядок. В первую очередь должны быть очищены придомовые территории, подъезды к социально значимым и торговым объектам, а также школам и детским садам. На сегодняшний день пути к учреждениям здравоохранения и образования полностью избавлены от снега. Работа во дворах пока продолжается. Много жалоб поступает с территории Корневских фортов, это УК Теплолюф, но выезжали лично туда с директором. Люди и техника присутствуют в нужном количестве. Я думаю, что сегодня-завтра уже приведем в нормативное состояние. Особое внимание автомобильным дорогам и эстакадам. Одна из проблемных точек – Октябрьский проспект. Сужение полос из-за обильного снегопада приводит к затруднению движения. Представители подрядной организации, работающей на этом участке, пообещали полностью очистить дорогу в ночь с воскресенья на понедельник. Службы городского округа будут работать в режиме нон-стоп, пока последствия непогоды не будут устранены. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.